Сколько это? Полную рюмку? У меня? Полную Так, мы празднуем папе день рождения 75 Сегодня есть какое число? 11 У меня 11 ноября У папы Сейчас наверное Сейчас выпьем Порежу немножко Докусить такого Там помидоры есть Да, помидоры Ты сейчас хочешь фотографии сделать? Я никогда не праздновал Мой день рождения Да папочка, мы знаем Я, например, просто всегда в Ирландии была за это время Как как дети Все время в Ирландии было И мамину тоже Последние годы Конечно Понимание Что родители Это с возрастом приходит И потом Это коллектив Какой есть Допустим Постоянно Потому что там уже видишь Ну на работе свои Эти мастера Эти все были Ну и Конечно Каждый И делал это Потому что там Кузнецов только По моему не делал А так Да, да А она Практически все время Какой-то юбилей Я помню Он фотографии там Еще старше обнимается Это у них 50 по-моему Или 55 А вот Наверное 55 это А не 60 ли было Вот тут Последний был На лыжной фабрике Тут Я тогда уже Просутствовал Раньше никогда не Просутствовал Ты думаешь Это 60? Нет Ну Я так Ее не вижу А помню Что что-то есть А О чем Тут Постоянно По моему Ночью Было такое Что Где-то Что-то было Ну Конкретно Ничего сейчас Я думаю Что все-таки Наверное Я так думаю Что они нам снятся К этим переменам Что так все не поменяется У нас Думал что снятся К переменам А сегодня утром Вот как раз вот В 7 часов Я это Последнее известие слышал И вот Они сказали Что Дед спасателя Сегодня Значит у них Вчера что ли Кейла по-моему И ребенок утонул Ой Что-то Такой маленький 24 года Какой-то что Отец оставил его На некоторое время На несколько минут Но дело в том Что он наверное Выловил его Что его Попытались Оживить Они не получилось Ничего И что-то очень По-моему За 50 далеко Чтобы утонул Чтобы утонул В этом году Женщин А в смысле Да По республике Почти 60 человек Потому что Да Ой сколько они ездят Вроде бы городочек Такой Сколько Плевок бога Сколько тут народу А только и слышишь Каждый день Вууууууууу Поехали опять уже Ужас сколько вызов то аварии вот тогда они приехали на аварию на эту то еще что-то а летом сколько наверное вызовов было ой а саша рассказывал это форма их не весит 23 килограмма вот это то что на них сказкой без этого без за спину этого 23 килограмма только эта форма она она про брезентом таким прошитом сверху она выглядит нормально вроде бы сапоги эти там не за килограмм 5 наверное эти желтые и горящие такое надо еще потому что да и вот как раз когда у первое вот или это работал говорил как раз вот по побережью только выше подожгут то ли что жарище было как помню первое лето он до 40 градусов помни здесь было еще вот тогда и спал что ноги в окно говорил могу и такая жара это форма на тебе 23 килограмма и джорище еще и пожар тушить тогда это но я вот все больше и больше у меня это вот в душе это чувство что он есть мама есть он вот просто просто физически приводится что это душа есть ли они есть просто мы не поэтому святые отцы и говорят что у человека просто нету этих слов мы не были в то есть в той в том мире и мы не можем это описать а просто только чувство есть душа есть она сохраняется и вы обязательно вы друг друга узнаете когда там встретить и то прости господи то что вот сразу после саши мама ушла я почему-то думаю что бог наверное он его на выбор дал там чтобы потому что у него никого там не было нет про бабушки которых он и не за тонком про бабушки только и вот он наверно могу и выбрал чтобы взять ее к себе потому что лучше бы я взял ничего не вернешь это понятно и не поменяешь ничего ну и то что самое главное что все таки помнят и любят и все это 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 все но еврея удивилась в этом году что ладно ребята все таки они там с ним крепко дружили не все теперь конечно на первый год сколько много было помнишь и вот падежку приглашать давай а сейчас на 2 года и эти сослуживцы приехали и табличку это привезли вот общину мы не застали их быть даже с корреспондентом из газета все эти свечи горели которые они большие поставили эти да да ну дело в том что все таки с каждым можно может случиться каждый день вот это каждый день потому что это как на войне практически ведь да может быть мне кажется что даже полицейские так сильно не подвергаются опасности как они да да полицейские ну катается там на на какой-то аварию вызывают его или еще куда ним но дело в том что они они да ну хорошо сутки проспал это прекрасно хорошо пусть будет так но дело в том что другой другой день и сутки этих вот такие последние будут и причем дело в том что не то что они допустим все это наденут и приедут и все а дело в том что вот видишь и пожар горит они туда лезут куда-то проваливается в это огнево и там сгорают вместе с этим и прочего вот вот беда в чем-то поэтому поэтому ну дело в том что видишь как правительство тоже относится так это знаешь как а я уже буквально нет ну так наверное с неделю или пару недель назад я каждый раз ищу в интернете просто в google google набираю якобы в александр пиарну и там выдает не спасательные не не пишу просто а я коли в александр пиарной голды google выдает всякие статьи в газетах про него там ну вот когда случилось а где-то там не помню в газете были статья про него что он там по нету все и было значит отзывы людей ну как как в дельфи я там прочитала один мужик написал там значит писали в этой статье чтобы томас хендрик ильвис наградил значит его там посмертно и мужик пишет на эту статью значит много ты что но наградили говорит еще что-то а может говорит его имеем какую-то улицу назовем мне так прямо знаешь муж того ими какую-то улицу обычно герои улице какие-то дает нет говорит фамилия не подходит русская как тоже кто ж улицу был бы какой-то 100 да тогда наверно улицу назвали бы якубсов был да конечно конечно да да между прочим видео на ютубе который сделал саши уже вчера я смотрел девятьсот 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 девятьдесят восемь две тысячи две тысячи тысячи уже посмотрели это да и учебы это видео да 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 конечно ну дело в том что особенно среди них они очень четко молодцы вот эти ребята которые неважно откуда там с россии там с эстонии или откуда ну дело в том что вы знаете с россией по крайней мере с россией очень связано потому что вот видишь с россии тогда вот я говорю что этот я не этот ильянус провез этот конвертик этот и все это и там пофамильно было все это какие-то пожертвования внесли неважно даже неважно это пожертвования эти совсем копеечные дела они они сами и дело в том что с питером ты связывалась вот там этот начальники эти которые маленькие там были с которыми ты с матерью связывала что у нее сын сын или даже два сына два сына и оба там работают так что со среди со стороны россии по моему это очень четко потому что это болезненно очень принимается болезненно и люди все таки понимают это потому что все таки и сами на службе и матеря остались и конечно хоть какое-то маленькое маленькое душевное такое состояние да так что вот такое дело да так что я сегодня вот это за параде вы слышали день спасатели знаешь партн разложи на картошечку по тарелкам и курицу порежь а кушать горячего чего-нибудь